Открытие фестиваля – очень ответственная и почётная задача. Её доверили победителям прошлого года – театральной студии «Маска». Актёры разыграли перед зрителями драму «Алексеев и Тени». Постановка получилась яркой, взрослой, шокирующей. Уже знакомый уссурицам спектакль заиграл новыми красками. В образ главного героя вжился актёр театра драмы имени Веры Камисаржевской Борис Бехарский. Впервые в спектакле появилась и Светлана Малкова, участница студии «Маска». Новые лица внесли изюминку в уже известное театральное действие. Однозначно могу сказать, что это лучше. Но если в прошлый раз это было 50% из того, что мы сделали, то это ближе к 80%, я думаю, так, процентов. 82 с половиной. На открытии фестиваля собрались любители театра. Некоторые уже видели спектакль в его первой постановке. А кто-то даже примерял на себя образ главного героя. Первый раз я плакал горючими слезами, второй раз я ревел прямо в захлёб. На самом деле очень понравилось. Прям затронуло все глубинные, скажем так, глубинные нервы моей души. Постановка усовершенствовалась. Она стала гармоничнее, лучше. Актёры хорошо вжились, в роль поняли лучше. Поэтому этот спектакль мне понравился гораздо больше. Каждый год фестиваль собирает участников. Некоторые коллективы сходят с дистанции. Но им на смену приходят новые, полные сил студии. Театральное искусство привлекает и захватывает. Я участвую уже очень давно. Очень давно. Наверное, я не знаю даже сколько. С самого начала, ещё с молодости, когда была молодость стоимостью этики. В этику меня позвали, я пришла. И вот все спектакли, которые были, во всех участвовала. Много новых знакомых дала. Более как раскрепоститься помогла. В течение трёх дней жюри будет оценивать театральные способности студентов шести учебных заведений. В этом году впервые на фестивале представят свои спектакли театральные студии Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и профессионального училища номер 45. Так что зрители ожидают новые открытия и впечатления.